Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале Магия Кухни Метеопрогноз Облачная Кухня Здравствуйте! На телеканале Магия Кухни Прогноз Погоды и я его ведущая, выпускница Казахстанской медиа-академии Ольга Гомонова. Давайте узнаем о том, что готовит для нас природа на понедельник, 21 октября. А в конце выпуска я расскажу вам о полезных свойствах свеклы. В Актау этот день готовится быть пасмурным. Температура воздуха днем плюс 7-9 градусов, ночью от плюс 5 до плюс 7. Ветер северный с максимальной скоростью 17 метров в секунду. Похожая погода в Актобе. По прогнозам синопсиков пасмурно, без осадков. Днем от 0 до 2 тепла, ночью минус 1, минус 3. В нефтяной столице Атерау облачно. В светлое время суток воздух прогреется до 5-7 градусов выше нуля. В темные столбики термометров опустятся до нуля плюс 2. В Байконуре понедельник обещает быть пасмурным. Возможен небольшой дождь. Дневная температура воздуха плюс 2-4 градуса, ночью от 1 до 3. Максимальная скорость ветра 20 метров в секунду. На побережье озера Балхаш юго-западный ветер принесет дожди. Днем воздух прогреется до 8-10 градусов тепла, ночью показатели термометров составят от 3 до 5 градусов выше нуля. Небо над Жасказганом затянут тучи. Синоптики прогнозируют дождь. Днем температура воздуха составит 1-3 тепла, ночью от 0 до плюс 2 градусов. Максимальная скорость ветра 24 метра в секунду. В Караганде пасмурно. Синоптики прогнозируют дождь. Днем 3-5 градусов выше нуля, ночью термометры покажут от 0 до 2 тепла. Максимальная скорость ветра 23 метра в секунду. В колоритном Кокшитау пройдут холодные осенние дожди. Температура воздуха в светлое время суток от 0 до плюс 2 градусов, ночью 0-2. Жители Костаная порадуются первому снегу. Днем температурные максимумы в пределах от 0 до минус 2, ночью от минус 1 до минус 3. В Казаларде понедельник пасмурный и дождливый. Днем 4-6 тепла, ночью плюс 2-4. Ожидается сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду. Пасмурное небо и над городом Павлодар. Есть вероятность дождя. Столбики термометров днем поднимутся до 8-10 градусов выше нуля, ночью показатели термометров составят плюс 5-7 градусов. В Петропавловске выпадет до 14 миллиметров осадков. Днем от плюс 1 до плюс 3 градусов, ночью от нуля до минус 2. Показатели геомагнитного поля в норме. В Семее переменная облачность. Днем воздух прогреется до плюс 11-13 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 7-9 тепла. В сердце Семеречья, Талдукоргани, октябрь готовит пасмурный день с температурой воздуха 10-12 градусов выше нуля, ночью плюс 6-8 градусов. Атмосферное давление в норме. В Таразе синоптики прогнозируют пасмурное небо и небольшой дождь. Дневная температура воздуха 8-10 градусов выше нуля, ночью температура воздуха составит 2-4 тепла. Небо на Тимиртау затянут тучи, ожидаются осадки в виде дождя. Днем от 3 до 5 градусов со знаком плюс, ночью от 0 до плюс 2. Геомагнитных бур не прогнозируется. В Туркестане малооблачно, без осадков. Температурные максимумы днем в пределах 6-8 градусов выше нуля, ночью от плюс 3 до плюс 5. Ветер юго-западный с максимальной скоростью 25 метров в секунду. В Уральске временами облачно, осадков не прогнозируется. Показатели термометров днем составят 3-5 градусов тепла, ночью 0-2. В городе Усть-Каменогорск облачно, без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до 11-13 градусов выше нуля, ночью показатели термометров составят от 7 до 9 градусов со знаком плюс. В гостеприимном Шемкенте 21 октября пасмурно и дождливо. Днем плюс 7-9, ночью 2-4 тепла. Показатели геомагнитного поля в норме. В богатом природными ископаемыми Экибастузе временами облачно. В светлое время суток температурные максимумы в пределах 7-9 тепла, в темное 3-5 градусов со знаком плюс. В Алматы осень готовит пасмурное небо и дожди. Днем плюс 12-14, ночью 8-10 тепла. Геомагнитных бур не ожидается. Небо над столицей Нур-Султан также будет пасмурным. Синоптики прогнозируют дождь. Днем термометры покажут 3-5 градусов выше нуля, ночью от нуля до плюс двух. Любую погоду старайтесь следить за своим здоровьем. В этом вам поможет такой продукт, как свекла. Богатый минеральный состав делает этот корнеплод незаменимым в профилактике и лечении многих заболеваний. Свекла содержит большое количество железа, цинка и йода. Большинство овощей в процессе термической обработки склонны утрачивать полезные свойства. Свекла – это приятное исключение из правил. Она полезна как в сыром, так и в отварном или запеченном виде. Полезные квашеные корнеплоды, свекольная ботва и ее сок. Прогноз погоды провела для вас я, Ольга Гомонова. Дарите друг другу заботу и радость. Любите и будьте любимы. Казахстанская медиа-академия – это учеба для талантливых, симпатичных и харизматичных. Казахстанская медиа-академия – это уроки по технике речи, искусству интервью, ораторскому и актерскому мастерству. Это работа над голосом и стилем, постановка перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. Это настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Казахстанская медиа-академия – стань медийной личностью. Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни», «Метеопрогноз», «Облачная кухня».